МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброе утро! Пятница на календаре и новое утро на телеканале Рико-ТВ. Врываемся в каждый дом мы, очаровательная Маша Максимлюк. Несравненный Дмитрий Шиш, наша дружная творческая команда. Готовы будить вас этим утром, друзья? Короткая рабочая неделя завершается. Впереди у нас длинные праздничные выходные. Так уж сложилось в Казахстане, что в мае получают поздравления военные, люди разных поколений, связанные историей и служебным долгом. И мы накануне этих праздников, 7 мая, Дня защитников Отечества и 9 мая, Дня Великой Победы, поздравляем всех ветеранов Великой Отечественной войны, которых осталось совсем немного, тружеников тыла, которые помнят суровые и страшные 40-е годы. И тех, кто сегодня выполняет свой долг по защите Родины, всех, кто служит в армии, на флоте, в авиации и космонавтике, здоровья вам, сил, энергии и мужества. И вечная память тем, кто был настоящим героем, оставшись примером в памяти потомков. Официально 7 мая – праздник всех, кто служил в армии. Поэтому поздравляем всех мужчин нашей страны и желаем мира. Мир – вот что главное. Сегодня мы понимаем это особенно остро. К поздравлениям присоединяется наш генеральный партнер строительный холдинг K7 Group. Дом, семья, родные рядом. Такой мы видим счастливую жизнь. K7 Group продолжает возводить для актюминсов удобные дома с просторными, светлыми квартирами, где будет место и большим, и маленьким жителям. Жилой комплекс «Илья» – это не только квартиры. Это и коммерческая недвижимость для развития малого бизнеса. Офисы, салоны и магазины будут в шаговой доступности, что так удобно в новых микрорайонах. Если вы думаете о расширении бизнеса или только мечтаете создать стартап, приезжайте в отдел продаж K7 Group. В жилой комплекс «Илья» еще есть выбор коммерческих площадей. Офис компании расположен по адресу улицы Газизы Жубановой, 13. Ну а телефон для справок прежний – 8-747-207-0404. K7 Group – мы строим будущее! Доброго утра! Сегодня пятница, 5 мая на календаре. Как выбрать направление в бизнесе? Как не ошибиться в расчетах в бизнес-планах? Этими вопросами задаются очень многие начинающие предприниматели. Налоговый порядок, строк. Главные требования – прозрачность и соблюдение всех нормативов. Нужно ли пробивать чеки, если оплату делают через предложение Каспи-Пейс? С этим вопросом обращаются клиенты нашего партнера – компании «Профсервис»? И получают ответ – да, обязательно. Вы должны иметь контрольно-кассовый аппарат. Вам необходимо иметь кассовую машину и предоставлять фискальный кассовый чек клиенту за любую покупку с Каспи-Кьюар, Каспи-Гол, Каспи-Ред, Каспи-Кредит. В том числе при удаленной оплате через выставленный счет или отправленную ссылку. Остались вопросы? Обращайтесь к специалистам компании «Профсервис». Офис компании расположен по адресу район БАТ-ИС-2, 5Д, офис 4. Ну а также можно позвонить по номеру 8-771-858-9923 или также написать в Даритк в Инстаграм на странице профсерв.кз. Также есть сайт профсерв.кз. А далее вновь о праздниках и памятных датах нашей традиционной рубрики «Календарь». 5 мая мировое сообщество отмечает Международный день борьбы за права инвалидов. Свою историю эта дата ведет с 1992 года, когда 5 мая люди с ограниченными возможностями одновременно в 17 европейских странах провели день борьбы за соблюдение равных прав инвалидов и против дискриминации людей с физическими, психическими или сенсорными ограничениями. Цель сегодняшней даты – обратить внимание широкой общественности на проблемы, связанные с защитой прав людей с ограниченными возможностями. Ведь очевидно, что их права на трудоустройство, доступное образование, инфраструктуру очень часто не соблюдаются даже в экономически развитых странах, не говоря уже о других. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, более миллиарда людей во всем мире имеют какую-либо форму инвалидности, что соответствует почти 15% населения земного шара. Более 100 миллионов инвалидов – дети. Причем показатели инвалидности растут. Это связано со старением населения и ростом хронических заболеваний. Конвенция о правах инвалидов ООН вступила в силу 3 мая 2008 года после ратификации ее 50 государствами. Она направлена на ликвидацию дискриминации по признаку инвалидности, защиту инвалидов и осуществление ими всех прав человека. В Кыргызской республике сегодня отмечают День Конституции. Главный закон страны был принят в 1993 году Верховным Советом Республики Кыргызстан. С этого момента страна и стала именоваться Кыргызской республикой, а Конституция Кыргызской СССР, принятая в 1978 году, утратила свою силу. С момента принятия в Конституцию неоднократно вносились изменения и дополнения. В апреле 2010 года в стране произошла смена власти, в результате которой к управлению государством пришло Временное правительство. Оно решило написать собственную Конституцию, провозгласившую парламентскую форму правления в Кыргызстане. Референдум по принятию новой Конституции прошел в июне 2010 года, и сегодня именно она действует на территории республики. 11 апреля 2021 года в Кыргызской республике прошел новый референдум по изменению Конституции страны. 5 мая 2021 года она вступила в силу, создав в республике президентскую форму правления. 5 мая в Нидерландах отмечается национальный праздник – День освобождения. Он учрежден в честь годовщины освобождения страны от фашистской оккупации. 5 мая 1945 года в голландском городе Вахененген был подписан акт о капитуляции группировки немецких войск на территории Нидерландов. В честь этой праздничной даты в разных городах страны проходят различные празднования. В фестивале привлекают сотни тысяч голландцев, в особенности молодых людей. Дню освобождения предшествует День поминовения павших 4 мая, когда по всей стране проходят церковные службы в память о жертвах Второй мировой войны. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают специалисты, благодаря заботливым рукам которых люди появляются на свет. Это Международный день Акушерки. Идею праздника предложила Международная ассоциация Акушерок на конференции в Нидерландах в 1987 году. Статус официального праздника этот день приобрел только в 1992 году. Сегодня он отмечается более чем в 50 странах. Значимость акушерской профессии переоценить трудно, ведь именно от ее опыта, знаний, навыков очень часто зависит жизнь и здоровье матери и ребенка. Праздник детей отмечается сегодня в Японии. Официально он называется Кодомо-но-хи. Праздник получил статус национального в 1948 году. Изначально он назывался Днем мальчиков. В древности в этом празднике имело место поклонение духом растений, трав, деревьев, что было связано со здоровьем и мужской жизненной силой. Особый обряд носил характер праздничной церемонии и был одним из ритуалов императорского двора, где главная роль отводилась самому императору. Он собирал вместе с придворными лекарственные травы. В настоящее время широко распространен обычай вывешивать в праздник мальчиков развивающиеся на ветру изображения карпов. Карп считается очень жизнестойкой рыбой, которая может обитать не только в чистой пресной воде, но и в пруду, и в болотистой местности. Легенда гласит, что когда карп поднялся по реке против сильного течения и преодолел водопад, который назывался драконовым водоворотом, то превратился в дракона и поднялся в небо. Поэтому фигурки карпов символизируют пожелание мальчикам вырасти в прекрасных мужчин и легко преодолевать все трудности. Длина карпов зависит от возраста детей. Самый большой предназначен главе семьи. «Хочешь изменить мир? Начни с себя». Таков смысл дня, который называется День Весак. Этот праздник приходится на майское полнолуние и является самым священным днем для миллионов буддистов всего мира. Считается, что именно в День Весак, две с половиной тысячи лет тому назад, в 623 году до нашей эры, родился Будда. В этот же день Будда достиг просветления, и в этот день он покинул мир на 80-м году жизни. Утверждение Будды, для того, чтобы изменить мир, необходимо изменить природу человека, стало основной концепцией праздника. В 2000 году Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о праздновании ежегодно Дня Весак в знак признания вклада, который буддизм, одна из старейших религий в мире, внес в духовное развитие человечества. 102 года назад, 5 мая 1921 года, в Париже состоялась презентация духов Шанель номер 5. С тех пор 5 мая считается днем рождения самых знаменитых духов дома Шанель. Сама Коко Шанель сохраняла предубеждение против духов вообще, как сторонник минимализма и гигиены, ратующей за личную опрятность. Она была против тех, кто использует духи, чтобы заглушить запах немытого тела. Кроме того, ей не нравилась манера обильно душиться, типичная для начала XX века. Но однажды на отдыхе на пляже в Каннах она познакомилась с эмигрантом из России, химиком Эрнестом Бо. Именно Эрнест Бо, до революции работавший на старейшей российской парфюмерной фабрике Ралле, помог мадам Шанель составить знаменитый аромат Шанель номер 5, духи, которые пахнут женщиной. По легенде, смешав с помощью Эрнеста Бо в одном флаконе 80 разных запахов, она из 10 парфюмерных пробирок выбрала пятую, добавила в нее немного ландыша и, недолго думая, присвоила полученному аромату свое имя с порядковым номером пробного флакона. Шанель стали самыми знаменитыми и продаваемыми духами в мире. За все время существования их было продано на сумму более полумиллиарда долларов. Пятница всех с наступающим Днем Защитника Отечества и с праздником Великой Победы. Выходные сейчас самое время отмечать на природе. Столько поводов устроить пикник с друзьями, коллегами и родственниками, и погода располагает. Так что отправляемся за провизией в супермаркет «Анвар». А лучше в гипермаркет. Только в гипермаркете «Анвар» по проспекту Нокина, 34-Б, грандиозная распродажа. Более 14 тысяч товаров. Все, что вы давно хотели, со скидкой 30, 50 и 70 процентов. Распродажа началась неделю назад, и сотни покупателей уже сделали свой выбор. Присоединяйтесь, ищите специальный ценник на полках в торговой сети «Анвар». А какие еще акции и подарки подготовил в честь своего 30-летия «Анвар»? Читайте на странице «Анвар», нижнее подчеркивание. «Ритейл» 30 лет. Вместе с вами торговая сеть «Анвар». Торговая сеть «Анвар» празднует юбилей и говорит спасибо 3 миллионам покупателей за доверие. День рождения наш, подарки и улыбки ваши. На этой неделе в магазинах «Анвар». Филе цыпленка-бройлера, 1649 тенге. Чай «Ахман Аметис Черный Гранулированный». 250 грамм, 867 тенге. Майонез «Михеев Провансаль». Классика 67%. 190 грамм «Дойпак», 267 тенге. 30 лет хороших цен и улыбок покупателей. «Анвар». Доброго утра, хорошего дня и отличного настроения. Желаем мы вам сегодня Дмитрий Шиш, я Маша Максимлюк и вся наша дружная творческая команда. Весной мы придирчиво смотрим на себя и обычно страдаем. О весе бы сбросить и цвет лица улучшить. Впрочем, чем переживать по этому поводу, лучше принять срочные меры. А именно провести хотя бы неделю детокса. Загляните на страницу вавдетоксоктюбе в инстаграм и убедитесь, что о вас есть кому позаботиться. Программа включает соки-смузи, которые нужно выпивать согласно определенному графику. Они позволяют организму получать все необходимые витамины и микроэлементы. При этом он не тратит силы на переваривание пищи и тем самым разгружается. Главное, что при этом нет сильного чувства голода, но есть прилив сил, которыми заряжают вас соки. Происходит полная перезагрузка. Позвоните по номеру 8 701 581 1330 и вам все объяснят. Детокс-программа будет разработана индивидуально с учетом всех ваших пожеланий и состояния здоровья. Вы замечали, какие у девушек ухоженные автомобили. Даже трудно себе представить, что можно тщательно следить за собой и при этом не обращать внимания на свою машину. А вот скажи, пожалуйста, Машулька, ты следишь тщательно за своим автомобилем? Безусловно, регулярно мою, подкачиваю колеса и выкидываю мусор. А я думал, когда датчик только сработает. Ну ладно, это шутка. Не думаю, что только девушки с вниманием и заботой относятся к автомобилю. В компании Nordglass Octubia отмечают, что многие актюбинцы обращаются к их мастерам, чтобы заменить стекло. Едва на нем появляется трещина или какой-либо скол. На странице автостекло, нижнее подчеркивание Nordglass, нижнее подчеркивание Octubia, можно увидеть примеры работы мастеров. Лобовое стекло на Renault X-Space, модель 2002 года. В компании Nordglass Octubia можно приобрести от 47 300 тенге и выше. Самый крупный склад автостекла в регионе Запада. Адрес проспект 312-й стрелковой дивизии 24А. График работы в будни с 8.30 до 17.00, в субботу с 8.30 до 15.00. Воскресенье в Nordglass выходной. Выбирайте лучшие и лучших Nordglass Octubia. А мы напоминаем, что на странице утра, нижнее подчеркивание, Рейка, уже размещаются фотографии на конкурс «Веселые каникулы». Он посвящен отпуску, каникулам и лету. Наверняка в ваших запасах есть фото прошлых лет, где вы отдыхаете на даче, на море, на речке, у бабушки в деревне. Любые снимки вашей семьи. Главное, чтобы было весело. Итоги подведем накануне Дня защиты детей. Призы от наших партнеров достанутся тем, кого выберет генератор случайных тисел. Делитесь со всем хорошим настроением, со всеми и сейчас, друзья. А выходные собирайтесь с компанией «Друзей в кино». Кинотеатр «Локомотив» приглашает на премьеры казахстанского и мирового кино. О времени начала сеансов спросите у администратора по телефону в 21-50-37. Или читайте на странице «Локомотив.Октубе». Кинолента в эфире нового утра. Зрители любят комедии, и наши кинематографисты это знают. Поэтому готовы радовать зрителей Казахстана почти каждый месяц, а то и неделю. Комедийный фильм «Джохан-2» – это продолжение истории одного незадачливого актера. Еще недавно у Джохана была мечта сорвать джек-пот, играя в казино. Что втянуло его в невероятные и опасные приключения. Если бы не терпеливая жена этого неудачника, Алия, одному Богу известно, что было бы сейчас с Джоханом. Несчастной женщине снова предстоит терпеть безумные бизнес-идеи своего мужа. Вместе с друзьями, такими же неудачниками, Джохан открывает агентство, которое помогает решать людям разные проблемы. Он с друзьями ищет собак и разоблачает неверных мужей. Новый заказ, и кажется, что главный герой снова вот-вот вляпается в криминал. Режиссером комедии стал Ануар Маджанов, а главные роли сыграли Джохану Таргалиев, Собиража Раскызы, Шерхан Перназар, Асхат Урпеков и другие. Интерес зрителей уже завоевала и продолжает победно шествовать по экранам комедия «Хотя бы в кино 2» режиссера Ернара Нургалиева. Сюжет показывает, что из любого криминала наши киношники извлекают и юмор, и назидание. Герой фильма Кайрат получает большой срок за хищение крупной суммы государственных денег. В тюремном заключении он проводит уже два года. За время, проведенное за решеткой, он оброс новыми связями и заимел приличный авторитет. Но зона комфорта Кайрата рушится, когда на одну из встреч к нему приходит антагонист в лице госслужащего, который предлагает скостить срок взамен за услугу. Выбора нет – или оказать эту услугу, или оставаться в тюрьме до конца лет. «Стражи Галактики. Часть третья. Американский супергеройский фильм. Основанный на комиксах Марвел о приключениях команды супергероев «Стражи Галактики». Это 32-й по счету кинокомикс в медиафраншизе «Кинематографическая вселенная Марвел». Фильм «Стражи Галактики. Часть третья» показывает приключения лучших друзей, которые продолжаются, несмотря на могучих врагов. Им приходится забыть о недавних происшествиях и отправиться в новое путешествие. Появляется очередной враг, который представляет огромную опасность. Злодей стремится поработить человечество и уничтожить всех, кто посмеет бросить ему вызов. Он собирается создать идеальное общество, где не останется людей, способных противиться приказам единого властелина. «Стражи» узнают правду о загадочной персоне, скрывающейся за личиной благодетели. Несколькими годами ранее «Ракета» оказался в руках безумного ученого. Высший эволюционер ставил опыты над животными, надеясь в будущем создать из них армию совершенных воинов. Его опыт проваливается, когда еноту удается сбежать. Во время расследования он случайно натыкается на свою старую приятельницу Лилу, которая внезапно переходит на сторону соперника. В то же время Питер сталкивается с травмирующим прошлым. Он не может смириться со смертью возлюбленной, преследуемой его во снах. «Стражи Галактики». «Стражи Галактики». Доброе утро! Утром хочется говорить о приятном и веселом. Но от серьезных тем никуда не денешься. С 19 мая в Казахстане ужесточаются наказания за бытовое насилие. Причем наказания будут более серьезные. Штрафом не обойдешься. Тем более, что штрафы – это опять же урон семейному бюджету. Возможно, поэтому многие отказывались от заявлений на семейных дебоширов. Можно ли вообще сохранить отношения здоровыми и добрыми? Как избежать конфликтов в семье и не доводить ссоры до серьезных конфликтов? Сегодня обсудим с нашей гостьей. Это психоаналитик, процессор новой германской медицины Даня Исимова. Даня, доброе утро! Доброе утро! Серьезная тема, актуальная. Семейные конфликты возникают чаще всего между супругами или детьми, родителями, или братьями, сестры. Как? Вот все, что ты перечисляешь, по сути, так они возникают. Они возникают между, безусловно, близкими людьми. Это семья, закрытое некое пространство коммуникации. И все конфликты абсолютно в топе. Ко мне приходят с разными темами и брачные отношения, и братья, сестры, и родители, дети. То есть все обширно. Но семейные конфликты возникают же не просто так. Да, зачастую, да, на непонимании. Какая частая причина? Непонимание, нежелание обсуждать, эгоизм, обиды, что еще? Не хотят слышать друг друга партнеры. Ты знаешь, так случилось в нашем обществе. Есть определенная доля, да, где-то неграмотности в теме построения взаимоотношений. Все-таки попытки услышать другого – это факт. И зачастую эти конфликты, да, построены на неспособности слышать той сути, которую каждый изнутри своей стороны пытается донести. И, безусловно, это еще и момент, связанный с границами, личной границей. Который зачастую в семье размытый. Вот отсюда очень много корней всевозможных ситуаций. Дания, а вот понятие размытости, о чем сейчас мы говорим, это часто тоже встречается? Это вообще часто. Почему? Почему так происходит? Смотри, здесь несколько причин. Первое – социальная особенность, да, менталитет мышления нашего общества. Второе – доля неграмотности в этих вопросах, личного развития, понимание, как вообще функционирует личность. Поэтому это, ну вот, прям такой момент. А вот есть такая поговорка, да, все невесты – феи, а жены – ведьмы. Вот в какой момент вот это перевоплощение происходит? Да, и действительно так? Да, действительно так, представляешь. И тому есть подтверждение, да, в том, что я работаю. Это полевые процессы у людей, да, в их психике, в их ментальном пространстве. Когда они заходят в новую социальную роль, то есть вот она была девица прекрасная на выданье, и вот после свадьбы она уже жена, она супруга, она женщина, имеющая свой семейный очаг. Вот на этом переходе и распаковываются новые психологические конфликты, состояния, страхи, переживания. Много всего. Со сменой статуса. Так все-таки это из-за страхов и переживаний все происходит. Зачастую сама смена статуса включает очень много психологических тенденций. Мы растем, развиваемся в семье, учимся, ну, или не учимся, смотрим, например, в своей родительской семье, откуда мы родом, и, как правило, в свою собственную мы приносим плюс-минус то же самое. Поэтому это не только страхи, да, какие-то, а это еще и модель, перенятая из прошлой семьи. Мы просто взяли флаг и понесли дальше. Но вот виновником бытового насилия обычно считают супруга. Это так или нет? И почему, да? Слов не хватает мужчинам? Или они вот по природе свои все-таки агрессоры? Вы знаете, я, наверное, как хороший терапевт всегда говорю, что конфликт, да, и виновных в конфликте всегда двое. Все стороны. Да, безусловно, чаще это с мужчинами история. Но почему? Ну, потому что тут включается грубая сила, да, где-то неумение сдерживать свою агрессию, управлять своей агрессией, адаптировать свою агрессию. А что есть агрессия? По сути, ведь это чаще всего история про какую-то неудовлетворенность относительно себя самого. Ну, она изливается вот таким образом. То есть это какие-то комплексы личные, да, и они вот так выражаются? И это в том числе, да. А как этого избежать до нее? Я думаю, что в паре каждому партнеру важно развиваться из того места и предназначения, в котором они находятся. Мужчина из функции мужчины, женщине из функции женщины. И тогда мы видим плюс-минус более-менее гармоничную пару. Ну, как правило, да, мужчина не выполняет главную функцию, то есть мужчина добытчик, не приносит в семью деньги, у жены есть претензии по этому поводу, да, и... Одна из частых причин. Ну, и, наверное, еще и реальность тоже имеет знать быть. Есть и обратная история. Вот то, что ты говоришь, включает обратные истории, когда женщина изначально находится либо в детской позиции, да, где мне все должны. Мне все-все должны, и нету грани, докуда должны, то есть безмерно должны. И тогда ни один, даже самый золотой мужчина, он просто не в состоянии закрыть этот безграничный, да, круг потребностей неочерченный. То есть должны быть границы везде, по вашему мнению. Да. Они важны. А стоит ли терпеть обиды или лучше расставаться прежде, чем конфликт зайдет до предела? Смотрите, есть хороший качественный подход. Обиды не стоит терпеть, но и не стоит на их почве разрывать коммуникацию. Обиду нужно рассматривать и проговаривать. Рассматривать, проговорить, понять составляющие, корни этой обиды, проговорить это со своим партнером в попытке донести, да, и тут это важно делать обоюдно, а не так, да, ну-ка пошли поговорим. Да, в контексте претензий какой-то. У нас сейчас будет серьезный разговор, да, это пугает больше всего фраза. Но тут вот все-таки по-взрослому, когда мы садимся, как за стол переговоров. Ну, а чаще кто идет первым на уступки, это женщина или мужчина? Или тот, кто виноват? Исходя из вашего опыта, да. Или тот, кто мягче, да? Бывает же доминирующая позиция, бывает. В современном вот нашем обществе, казахстанском, давайте будем говорить сейчас, постсоветском, окей, конечно, чаще женщина, она стремится сберечь то, что она уже заимела, свой статус, свою семью, свой очаг. И да, чаще женщины приходят в терапию с запросами о какой-то проблеме в отношениях с супругом. Это более частые запросы. Но есть позитивная, ребят, тенденция. Сейчас очень много молодых мужчин, кто в браке, и они хотят тоже вкладываться, они обращаются с тем, что так, да не, а что-то пошло не так. Очень много юношей, которые изначально приходят с тем, чтобы уже быть подготовленным к брачным отношениям. Это безумно радует, да. Такое есть. То есть подготовьте меня, я хочу быть адекватным мужем, да, как нужно себя вести, да, как правильно выстраивать. Да, но немножко не так. Чаще приходят с тем, что, Дания, вот есть такая тенденция у меня с девушками, вот так, вот так, вот этот момент, да, меня не устраивает. Я не понимаю, как быть из отношения в отношения, это кочует. А я хочу встретить такую, с которой вот это... Принцессу. Чтобы этого не было, и они на опережение, ну не то, чтобы принцессу Дим, но больше вот знаешь как, чтобы не накосячить. Сейчас очень хорошее молодое поколение мужчин, которые прям вот, они хотят во всем быть классные. Это очень радует. А можно ли расставаться достойно, и что для этого нужно сделать? Мое мнение как человека, и мое мнение как специалиста тут сходится, непременно обязательно нужно расставаться на доброй ноте, на партнерской здоровой ноте, особенно тем парам, у которых есть дети. Потому что это будущее, это их психика, это их личность. Здесь крайне важно конструктивное, доброе расставание, хотя бы на почве того, что было пройдено вместе, да, в качестве, ну, благодарности какой-то компенсатории. А вот чтобы не расставаться, да, вот что нужно сделать? Да, вот как узнать человека, как его разгадать, как его понять, вот что в нем скрыто, до того, как вошли в брак два партнера. Вот эта классическая история, ты прям классное слово сказала, разгадать. Вот этим мы все с вами, мужчины и женщины, часто стараемся и заниматься. Чего-то там ходим и разгадываем, и кто-то один брак, кто-то второй, а кто-то уже и десять разгадывает, и все не разгадает. Да, где же разгадка? А есть банальная история, я же говорю, вот эта вот ментальная, да, грамотность какая-то психологическая, ведь есть психотипы. У меня даже есть, да, на эту тему целые программы, когда люди могут зайти в нее и научиться увидеть типажность мужчин, принципы их реакции, женщины, да, мужчины. Типажность женщин, принцип реакции, как они проявляются, когда они окей, как они проявляются, когда человек в минусе, ну, какое-то сложное состояние в жизни. Это все можно знать, а не угадывать. До брака можно распознать, подходит тебе человек или нет. Да, в любой день, как вы решите, да, начать знать. Прикольно, конечно, слова не было. Окей, а если все-таки тебе человек, вот ты его разгадал, не подходит, это абсолютно не твой типаж, но ты его очень сильно любишь. Можно поменять как-то, выстроить гармоничные отношения? Да, у всего есть цена, и у решения за, и у решения против, и у не решения есть цена. Здесь только из своей взрослой позиции нужно принимать решение, готова ли я, с учетом перевалившего, да, списка минусов, все-таки в этом оставаться. Готова ли я с точки зрения той цены, которую я буду платить. А цена будет в том, что, ну, будет периодически некомфортно, сложно, трудно, психоэмоционально, может быть, даже качелька где-то. И тут уже тогда без претензий к партнеру, потому что, ну, мы объективно же понимали, на что мы соглашались. Да нет, а кто чаще всего обращается, мужчины или женщины, вот к вам? С темой отношений? Да. С темой отношений, безусловно, женщины. С бизнесом мужчин. То есть вы еще и по бизнесу можете... Конечно. Рекомендовать что-то, да? А, например, что? Смотри, мы прорабатываем... То есть я, как психоаналитик, я владею множеством методов. Один из них – это расстановочная терапия. И вот она способна разрешить запрос любой. Что это за терапия? Терапия, позволяющая увидеть те невидимые причины, по которым у человека что-то не получается. А в бизнесе часто именно это и нужно. То есть не подписываются сделки, какие-то проблемы с партнерами, какие-то нестыковки, да. То есть я хочу так, а у меня вот только вот так как-то получается. Вот это все, с этим можно очень здорово работать. А как связаться с вами? Связаться. Все мои контакты мы можем спокойно указывать, наверное, да. То есть есть Инстаграм, есть личный номер для записи, есть мой ассистент. Вот, Инстаграм так и называется, Дания Исимова. Там все данные в нем есть, в шапке профиля. Как здорово, что люди в современном мире готовы обращаться к специалистам, чтобы что-то изменить в своей жизни. Да, это на самом деле очень здорово. Ну, пока еще стесняясь, но, ребят, пожалуйста, не надо стесняться, да. Мы идем к тому, что, да. Потому что сейчас я хочу вот в этом эфире, я хотела донести такую важную вещь, как смысловую, да, своего появления. Пожалуйста, есть такое понятие, как ментальная гигиена. Это очень крутое, это тренд современного времени. Когда я не только свои зубки пошел, отвел, посмотрел, все ли у меня ок, какие-то свои части тела и что-то. А когда мы берем ментальную гигиену как норму, и раз в какое-то время обращаемся к специалисту, да, в данном случае ко мне, пожалуйста, и наводим порядок в тех психоэмоциональных конфликтах, которые в день у нас могут случаться по нескольку разных. Мы выгружаем, мы очищаем, освобождаем свое пространство, перенастраиваемся на новую волну и идем дальше, не буксуем. Два месяца не решается ситуация, состояние, задача, проблема, болезни не отпускает. Все, значит, объективно вы не справляетесь, надо себе помочь. Вот это и есть ментальная гигиена. Спасибо за интересную беседу. Дания Исимова сегодня была в гостях в новом утре. Вам хорошего, позитивного дня и побольше тех самых эмоций, которые вы сегодня подарили и нам, и нашим зрителям. Да, я думаю, совсем скоро мы придем к тому, что у каждой семьи будет свой личный психолог. О, это мечта. Да, всем здоровых нервов крепких, стальных, да, и разума побольше, потому что любая проблема, она решается, и таких безысходных каких-то ситуаций не бывает. Сегодня пятница, друзья, и пусть пятница будет позитивная. Впереди выходные дни, поэтому задумайтесь о том, что сегодня говорила наша гостья. Вернемся в эту студию, не переключайтесь. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброго дня! Мы продолжаем сегодня пятница. 5 мая на календаре талант проявляется в детстве. Но чтобы вырастить из талантливого ребенка профессионала, требуются огромные усилия. И главное, нужен педагог-наставник, личность, способная вдохновить своим мастерством. Именно такой уникальный, замечательный художник живет и творит в нашем городе и воспитывает учеников. И мы рады приветствовать в нашей студии Марзию Жаксыгарину. Марзя Жумашина, кандидат к культурологии, профессор искусствоведения, член Союза художников Казахстана, почетный гражданин города Ак-Тюбе. Сегодня она пришла со своими ученицами, студентки третьего курса университета имени Жубанова. Давайте знакомиться. Кристина Костинская, Софья Андреева и Элла Юсупова. Девочки, доброе утро! Доброе утро! Доброго утра! Доброе утро! Можно смело сказать, что вы основатель и пионер в Ак-Тюбе такого жанра, как экслибрис. Кажется, все уже должны знать, что это такое, но все-таки давайте напомним. Но я считаю, что основателем искусства экслибриса в нашем городе был и остается Сергей Васильевич Кукуруза, который преподавал в Ак-Тюбинском педагогическом колледже. После него уже Ануар Жуманович Утигенов, потом Телеушев Таймас, Верещагин Алексей и многие другие. Но многих их уже нет в этом мире. Поэтому мы ученики, вот в моем лице я ученик, ученица Ануар Жумановича Утиген Танат. Вот продолжаю популяризировать этот вид искусства. И будучи педагогом Жуманского университета, как бы прививаю любовь к этому виду искусства своим студентам. Ну, уже более, наверное, 25 лет, ни одно поколение уже студентов выпустилось. Кто-то живет сейчас в Турции, кто-то живет в Чехии, кто-то живет в Германии, в России. Но встречаемся в международных каталогах. Марсия Анатолий Жумановна, а вообще что это за направление, вот, экслибрис для наших зрителей, которые впервые смотрят интервью? Хотелось бы объяснить и пояснить. Ну, я думаю, что наш город, он все-таки готов к восприятию этого вида искусства. Потому что, как нигде в другом городе в нашей республике, этот вид искусства постоянно на слуху и постоянно об этом пишут. Вы снимаете вот такие передачи. Экслибрис это относится к жанру графики, но малой графики, миниатюрной графики. Вот, если стампы могут быть и метровые, полтора метровые размерами, да, почти как жанровые картины живописные, как живопись восприниматься могут. А этот вид искусства, он маленький, но самый большой может быть формата А4, он сейчас вошел. Самый большой. Да. Потому что его первое предназначение было обозначать владельца книги. Значит, он должен во внутренний корешок книги вмещаться. Но представьте, вот такой экслибрис вы поместите, разве нет, конечно. И первые экслибрисы, которые я делала сама, они были даже 2 см на 3 см. То есть где-то вот в уголочке знак этот должен был наклеенным быть. Но так как заказчики стали такими привередливыми, они хотели, чтобы в этой маленькой композиции размещалось там их интересы, их любовь к какому-то там виду спорта, там искусства, книгам, то художники начали творить в этих композициях чуть ли не целую картину, целое действо. Вы представьте, то ли картину метр на метр сделать и все это там разместить, то ли это вот на этом маленьком пятачке 10 на 10 см. Естественно, конечно, и многие коллекционеры, искусствоведы считают, что этот вид элитарный вид, потому что он непонятен многим, а всей массе людей, как посмотрел на живопись и сказал, нравится, не нравится, надо быть подготовленным, поэтому его называют для 5, 50, 500 человек. То есть тем людям предназначается, которые непосредственно близки к книге, которые любят графику, которые могут читать содержание, понимать его. Ну вот книжные знаки, да, это сейчас редкость, вот такое особое отношение к книгам, да, сейчас редкость. Вообще кто их заказывает? Ну, кто их заказывает? Заказывают их очень богатые люди, во-первых. Во-вторых, это действительно истинные ценители и коллекционеры. Вот недавно мы открывали выставку Леонида Куриса, израильского художника. Он, являясь сам художником, графиком, в то же время у него очень большая коллекция, 30 тысяч экслибрисов в его коллекции насчитывается. Это его авторские работы? Нет, это экслибрисы разных художников со всего мира, потому что свои работы – это свои работы. И вот сейчас, например, я еду на конгресс в Милан, да, будет он в Варезе, в Боди-Ламнага, в библиотеке. И происходить выставка будет в замке. Туда будут съезжаться все итальянские коллекционеры и, конечно, все европейские коллекционеры. Для чего? Для того, чтобы встретить художника, там будет обмен, там целый день, один день будет посвящен обмену их слибрисами. То есть мы раскладываем своих слибрисы или в папочке каждый художник держит. Ну и коллекционеры, конечно, обходя все столики, они цепляются глазом за какого-нибудь художника и все не отлипают, пока ему не закажут, пока ему не оплатят. То есть такой некий нетворкинг, да? Ну, наверное, вот эти современные слова мне не очень понятны, но для чего они это делают, европейские коллекционеры и вот эти вот конгрессы? Для того, чтобы, во-первых, художнику был стимул какой-то творить эти некоммерческие виды искусства, как считают многие, потому что девчонки, вот они творят пока для души. А вот вам нравится, что вы делаете? Конечно. Да? А чем вам нравится именно это направление к слибрисам? Тем, что ты можешь передавать свои эмоции на бумагу, на линоле, как мы работаем в данной технике, и позже мы видим результат нашей работы, который нравится не только нам, но и тем людям, которые разбираются в искусстве. То есть приходит вдохновение, какая-то идея. На любую тему, да, можно именно сказать? Конечно, на любую тему, да. Даже эротический слибрис есть. Ого, так интересно. Тебе в новую квартиру. Как правило, что изображают? А вот спросите, девушки, что вы изображаете? Что вы изображаете, ваших идей? Это могут быть и животные, да? Это могут быть какие-то узоры персонажей. Кристина, Софа, Элла. А то есть если это маленький такой слибрис, то есть что на нем можно поместить? Все, что угодно. Правда? Да. Но они не делают вот такой. Они делают вот именно как раз-таки 10 на 15. Вот большими размерами. Софа, что вы делали? Ну, к примеру, я делаю именно экс-либрисы на определенной тематике. На какую? Выставки. К примеру, недавно у нас была выставка, ну, получается, мы отправляем работы на московскую выставку, где будет, получается, посвящение выставки писателю Александру Николаевичу Островскому. То есть на определенные тематики его произведений можно посвятить ему лично, то есть изображение его портрета, также по произведениям. Элла, а у вас? То же самое. В принципе, но мы выбирали разные произведения. Гроза, Респриданница, да, была. А сколько времени уходит на изготовление одного... Да, экс-либриса. Экс-либриса. Главная идея, потому что тяжело иногда правильно подать мысль, чтобы она композиционно красиво смотрела. А техника какая? Вы берете кусок линолеума, да, отрезаете его. Можно бэушное откуда-то, да? Нет, они уже освоили четыре вида техники. Ну, нам было сказано про линолеум только как бы. Да, да. Линогравюра, афорт, акватинта и также сухая игла. Можно было не спрашивать, я ничего не поняла. Сухая игла, это что? Сухая игла, то есть, получается, мы берем за основу у нас CD-диск. Или пластик. Да, пластик. Туда наносится, получается, наш эскиз, который мы создали. И потом с помощью иглы, то есть, существуют такие инструменты, и иглой потом это все выцарапывается. А сколько по времени уходит, ну, примерно на один экс-либрис? В зависимости от желания. И заполненности эскиза. Ну, в среднем. Месяц, два, может быть, за день или полгода. За день можно сделать спокойно. В основном, самый упор идет на эскиз, то есть, на его создание. У вас в руках дипломы, это что за награды, которые выполнены, скажите? Это дипломы, получается, за наши работы, которые мы отправляли на выставку, наш городской художественный лицей, где мы заняли, получается, победительские места. Мы вас поздравляем, это здорово. Спасибо. Вы похвастаетесь своими еще турецкими. Так, что за турецкие? Где их экс-либрисы выставляли? Вот. За этот год, за третий курс, вот они успели участвовать на 10 международных выставках. Это Италия, это Болгария, это Польша. Что у нас еще? Россия. Девочки, какие у нас еще страны? Вот их приглашают даже на открытие выставки 8-15 мая. Получается, за этот период, который мы занимаемся, искусством экс-либриса, мы отправили наши работы в такие страны, как Италия, Испания, Польша. Также вот у нас впереди будут выставки, получается, в России, но и также в нашем городе, Ак-Тубе. Молодцы. Девчонки, вам это нравится самое главное? Да. Конечно. Но это кропотливая достаточно работа, аккуратная, я бы не смогла. Факультет как правильно у девушек называется? Значит, у нас факультет... Дизайн. Профессионально-творческий. Профессионально-творческий. Кафедра художественный труд и дизайн. Раньше мы были отдельной кафедрой, только дизайн. А самое главное, что их специальность – графический дизайн. Вау. То есть в будущем есть где себя проявить, да? То есть дизайн. Вы уже создаете какие-то... Ну, понятно, что для этого нужны программы, CorelDRAW, да? Они и открытки делают, они и журналы делают, они и фирменные знаки делают. То есть они графические дизайнеры готовые, да. Прекламных мастерских открыть могут свои мастерские. Вот. Сейчас в университете идет выставка вашего коллеги, да, Леонида Куриса. Несколько слов хотели бы узнать, что это за выставка, до какого числа она будет идти? Это выставка израильского художника Леонида Куриса. С 91-го года он живет в Израиле, поэтому считается уже зарубежным израильским художником. До 91-го года он жил в Киеве и считался... Но не считался он был известнейшим советским художником-графиком. Хотя по первому образованию он историк, он закончил университет имени Тараса Шевченко. Вот, да. Но я думаю, что именно эти знания, исторические глубокие знания, которые он получил в университете, он потом их уже воплощал в своих работах, потому что его работы славятся по всему миру, сейчас его считают вообще мировым художником. Хотя по натуре он очень скромный, но многие пишут, что он компанистский, очень-очень добрый, очень большую энергию несет в себе. С ним мы заочно, например, я его хорошо знала, но мы с ним первый раз встретились на испанском конгрессе, 35-м мировом, в Лапинедо, город в Испании. И второй раз мы с ним встретились в 2018 году в Чехии, в Праге, уже на 37-м мировом конгрессе. Ну, конечно, он даже в первый раз подошел ко мне, как к старой знакомой, потому что мы друг друга знаем по вот этим социальным сетям и по работам, потому что наши работы встречаются на выставках, в каталогах. И он мне сказал тогда, что, Мальзия, вот тебя вся Польша любит, вот, а тебя они постоянно рассказывают, ты почему к своим друзьям не едешь? То есть он хорошо знает польский язык, как он пишет свои биографии, я изучил его, читая Агата Кристи на польском языке. Вот, а потом позже, говорит, у меня появились друзья, и я мог уже его практиковать. И, конечно, он как рыба в воде, когда разговаривает на польском языке. И, конечно же, когда человек говорит на вашем языке хорошо, почему бы его не любить? А тем более есть его творчество, но просто мастерство высшего пилотажа. И здорово. Вот. И он с 41-го года, вот, уже в возрасте, но рука та же нежная, как в юношестве, линия та же дребезжащая. Если мы с возрастом теряем зрение, там руки грубеют, и линия штриха становится более грубой. Вот у Сергея Васильевича Кукурузы, например, до ссылки линия была легкая тоже, легкая, серебристая. И уже после того, как он освободился из мест заключения, но как политически, там никаких особых причин не было, у него линия уже на его работах была более грубая, все равно повлияла жизнь. Вот. Но до этого была очень интересная выставка Ракеша Бани, индийского художника. Он был у нас две недели, преподавал. А вы рассказывали как-то в одной из программ про эту выставку, нет? Нет, не рассказывала, не рассказывала. Вот. Но он еще в каком отношении? Он очень интересный и добрейший художник. Он столько нам своих секретов показал. Вот. Девчонки даже вот мои студенты влюбились в него. Но секреты есть все равно, да, какие-то у каждого? У каждого мастера свой секретик. Очень, да. Самое главное, даже техника афорта, она вроде бы одна. Его надо травить, там его надо выцарапывать. Но у каждого художника свои секреты. Вот. И вот секреты Ракеши мы теперь тоже знаем. Используете, девочки, в технике? Благодаря, получается, новым знаниям мы сейчас начали работать в этих техниках. И, получается, начали отправлять наши работы на выставки. Какие вы молодцы. Мы желаем вам успехов, удачи. И путешествовать больше. Да, весь мир. Вам огромное спасибо, друзья, Жумашина, за то, что новое поколение. Вы прививаете имя в искусство. Любовь к творчеству. Любовь к творчеству. Это немаловажно сейчас. Благодарим. Спасибо. И благодарю я наших девчонок своих и вас за ваш интерес к искусству Эксибириса. Ну что ж, дорогие друзья, сегодня пятница. Мы хотим вам пожелать хороших предстоящих выходных. А впереди суббота и воскресенье. Майские праздники. Поздравить вас со всеми, всеми праздниками, которые нас ждут в мае. Да, большое количество выходных. Нужно распорядиться временем достойно. Друзья, погодка шепчет. Поэтому смело на природу, с семьей, с друзьями, пикничок, что может быть лучше. Для вас в этой студии работали мы, Дмитрий Шиш. Очаровательная Маша Максимлюк и вся наша дружная команда. Хороших выходных, дорогие друзья. Увидимся уже на следующей неделе. Всего хорошего. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok